Девчоночки, доброе утро! Я сейчас собираюсь готовить к Рождеству стол. Вот, я не знаю, вы готовитесь как-нибудь к Рождеству? Вы что-нибудь делаете, вы отмечаете, как это, как отдельный праздник? Является ли это для вас там, не знаю, праздником каким-то? Напишите, отмечаете ли вы с семьёй, есть ли у вас какая-то традиция? Мы как-то привыкли, я привыкла, опять же, у родителей. Мы постоянно отмечали Старый Новый Год и Рождество, так как последние года три, наверное, я, какого года три, лет пять, наверное, встречала у родителей, поэтому это уже у меня, внедрилась в меня как традиция. И поэтому я тоже собираюсь с Новым Годом отмечать, ой, сможем отмечать, и с Новым Годом мы сможем собираться отмечать Рождество. Буду готовить два салата, причём оливье у меня будет в двух вариантах. Это классический вариант, и хотя, наверное, у каждого свой классический вариант. Такой, знаете, советский с колбасой. А ему буду делать с огурцом, со свежим. И ещё плюс он попросил туда не класть лука. Я лук обязательно себе кладу. То есть у меня два будет вида салата. И ещё один новенький салат я, скорее всего, рецепт сделаю на кулинарный свой влог. Надеюсь, мне на это время не хватит. Вот, короче, хочу... А ещё горячее будет. То есть два салата у меня будет, и горячее. Всё. Ну, я надеюсь, этого хватит. Вот. Если честно, я устала от готовки. Вот именно новогодние праздники. Хоть мне как бы и муж помогает. Ну, конечно, ложится всё равно. Можно было что-то заказать, кстати, как вариант. Почему бы и нет. Ну, пока есть... У нас куплено много чего на салаты. Надо это всё доделать, чтобы не пропало. Как мне нравятся ноготочки. Прям много. Кайфую, кайфую. Прям красный цвет. И, наверное, следующий свой я тоже красный сделаю. Наверное. Но это не точно. Всё, буду вам сегодня снимать, показывать всё. Так, смотрите. Начала я уже готовить салатики. Там у меня на заднем фоне идёт звёздная пыль, фильм. Вот. Ну, что-то как-то не могу я подобрать фильм, который мне идеально подходит на... На этот, на... Ну, под подготовку салатов. А Мишель Пфайфер, что ли? По-моему, такая... Спотичненькая. Веселого возраста, очень классно выглядит. Вот. Вот. Мне приходится готовить двойной салат. Оливье. Потому что у меня муж не любит с солёным огурцом. Не... И не любит лук. Поэтому я отдельно делаю со свежим огурцом. И отдельно делаю... Без лука. И отдельно делаю с солёным огурцом. Потому что я с солёным огурцом обожаю. Чем больше его, тем лучше. То есть мне вот кислинка прям нужна в оливье. И добавляю себе лук. У меня штана выделяется. Вот. И много чего такого, знаете, когда начинаешь... Вот есть такое... У меня впервые такое сталкиваюсь. То есть есть мужчина вот как-то... Ну, который едят и едят всё. Вот. Этот вроде бы всё ест. Да? Мой муж. Вроде бы есть всё. Может и есть вообще одну картошку. Хоть, я не знаю, там, хоть неделю подряд. Вообще не обязательно ему делать. Но есть какие-то такие фишечки, тонкости, которые вот обязательно... Ну, как бы он это есть не будет. То есть у него есть рис. Поэтому я, я не знаю, рис уже не помню, когда последний раз готовила. То есть если вот... Он, например, мне принципиально важен солёный огурец и лук в салате. Он не любит. То есть мне приходится там два салата делать. Вот. Короче, впервые сталкиваюсь. У меня, можно сказать, трансформация чуть ли не каждый день. Так что такие дела ещё не доделала. Свой солёный нужно дорезать и лук. Потом я перемешиваю, пробую всегда и смотрю, куда чего добавить побольше. Ну, то есть куда картошки отварить, может быть, придётся. Куда там ещё там лука больше и так далее. Готовлю основу для салата, для нашего. Посмотрите, сколько выделилось. Ну, салат буду вам показывать на кулинарный свой канал. Кто не знает, подписывайтесь. Посмотрите, сколько воды выделилось. С небольшого количества. Это знаете, сколько у меня здесь было? Буквально 300 грамм... Буквально 300 грамм шампиньонов. Вот эти вот беленькие, это то, что муж вчера в магазине, потому что мне не хватало шампиньонов. Муж в магазине купил. Они достаточно плотные такие, хорошенькие прям. И вот это вот нечто. Посмотрите. Такое ощущение, как будто они были куплены и перепроданы. Были куплены в светофоре. У нас светофор этим грешит. Там дешёвые шампиньоны по 200 рублей стоят. Ну, короче, когда их начинаешь жарить, вот столько, как такое количество воды выделяется. Я так предполагаю, что поэтому я вот в последнее время вообще давно уже не... Ну, у меня муж любит рынки. Я рынки терпеть не могу, потому что там постоянно вес, обман. И, ну, короче, я люблю потрогать, пощупать и купить продукты в магазине. Вот. А вот тут покупать и кота в мешке, ну, это просто кошмар какой-то. У нас тут будет на второе... Ну, и на первое. Короче, из горячего я делаю ребрышки в таком вот уже готовом мешке. Кстати, очень удобно для запекания брать. Это вот черкизовские эти. Конечно, состав оставляет желать лучшего. Там чего только нет. Вы просто не представляете. Чего тут только нет. Вот. Вот состав. И как готовить? То есть прям готовить в этой полиэтиленовом пакете очень удобно. Удалить этикетки. Вот я все сняла этикетки желтые. Сделать небольшой надрез в верхней части пакета. Ну, вот посмотрите, короче. И вот это отдельно картошечка у меня будет. Картошечку я закрою фольгой. И вот у меня будет блюдо. То есть отдельно будут ребрышки, отдельно будет картошечка. Мне кажется, очень-очень вкусно. Прямо мы с удовольствием сегодня бы кайфонял. Короче, новогодние праздники не заканчиваются. Не заканчиваются. Я уже нарядилась. Вот юбку вот эту, кстати, заказывала в Фаберлик. Была на распродаже. Вообще шикарнейшая юбка. Думала, оставляете или нет. Но у нее стоимость была такая 300 рублей. И имейте в виду, у нас очень часто бывают распродажи в Фаберлик, где цены просто чисто символические. Ее, конечно, нужно обыгрывать. Я так думаю, что, скорее всего, даже сверху лучше было бы одеть какую-нибудь белую блузку. Ну, что было, то я надела. Нет времени на блузки. Бузки искать, я думаю. Итак, муж будет доволен. Смотрите, вот такая вот штучка получилась. Очень, кстати, даже аппетитно. Вот. Я, причем, из-за того, что, наверное, в специальном этом было, короче, замаринованное специально, даже не пришлось на гриль открывать на функцию. Он и так, так, типа поджарился. Вот сейчас все буду раскладывать здесь на тарелочке. Мужу серенькую, мне беленькую. Чтобы не перепутать. И там картошечку еще у меня сейчас буду доставать. Смотрите, значит, как картошечка. Картошечка вообще суперская, желтенькая такая. Такая не дай уж кости. Вот. В смысле не даю. Перекрыла? Рождество. Рождество. Мяску вот такую вот. И два салатика. Рождество. Три салатика. Вот. Рождество. И моя еще тарелочка будет лежать. Я холодное не люблю, поэтому я всегда выставляю в последнюю очередь. Рождество. Че, он не слышит меня? Рождество. Вручную набери. Кусочек. Ну, может, много слов, может, на английском. Кусочек. Вот у нас такая вот семейная идиллия. Я тебя не снимаю, кстати. А вот капитон, рядом муж. Он, кстати, тусуется. Один капитон, пока никого... Ну, мужа нету, он тусуется где-то. Я его не вижу в течение дня. Вот. Ну, он где-то есть, я его не замечаю. Но стоит только прийти мужу, он тоже, как тут, сразу к нам подкатывает. Вот так вот садится рядышком. И вот кайфует. Вместе с нами. Как это? Семейная идиллия. Такая семья. Состоящая из трех членов. Угу. Вот. Так что, так вот. И мы всегда, у нас проблема, дилемма, найти фильм какой-нибудь. Я могу попросить людей сейчас. Не надо там людей просить. Все ждут Рождество Люси, магический кристалл вон есть. Так, все, ладно. Сейчас. Попробуй свою шарманку. Садитесь и кушайте. А он мне запрещает снимать. Вот. Он мне всегда запрещает снимать. Представляете? Поэтому я не снимаю. Мне запрет поставил на съемку. Еще кусочек пятошки покажу. Это такой мини творческий беспорядок. У нас где-то должен быть в углу. Мы с мужем творческие люди. У нас должен быть где-то в углу творческий бардак. И мы выделили одно место. Я выделила тут кресло, чтобы можно было на него все скидывать. Я заметила, что все макияжи, какие я делаю, они лучше смотрятся, когда уже немножко подсотрется. То есть никогда не на свежее лицо. Не на свежий макияж. То есть потом как-то расплывается, все тени расплываются. Хотя я делаю эту шовку, но все равно почему-то как-то выглядит гораздо лучше. Все, собираюсь, делаю процедуры. Там делаю заказ в интернете, делаю процедуры. Свои вечерние байки. Расплылся. И так гораздо лучше.